Блох 4 волки начали работать в нашей стране. Он рассказывает про нора у белорусского драпежника, чем волк, харчуется и какие территории займает. Дякую мониторингу теперь можно надзирать и за перемещением звера. Наш корреспондент Ирина Никитина побывала у Беловежской пуши и доведалась, какую корысть волк приносит природе. У самой гуще старожитного лесу Ганна Макаровна живет по 100 годе в сгоде с природой и его насильниками. Как-то один раз сюда в двор леса приходили, куницы прилазят. Про волков, ну что я про волков, я с ними не встречалась. Людей волки не шапают, а вот за активной поляуничной атаки законный же Харпуша отшувая небеспеку. Мы бачим, что наши волки белорусские взаимодействуют с польскими сграями так само, а в этом взаимодействии белорусские волки показывают себя славейшими. И бывает за то, что в Беларуси волки это непожиданные виды, и на их вельми мостное депалевание. В рамках Международной природоохоленной программы о патрымку заповедности, якую Беловежская пуша реализуясь уместно с франкфурским зоологичным товарыством и оховой птушек-батька, уж и на 2015 годе, пушинский драпежник стал предметом активного доследования. Пятерых волков позначили специальными мобильными ашинниками, дали мянушки и наладили сувесь. Система працует так, что координаты зашинника приходят на компьютер, после мы берем GPS, сюда вывозим эти кропки, и по этих кропках после ходим и глядим, что там отбывалось на этом месте. Праздник который шанс, сигналы от ягу стихли, видовочно обоук стал ахвярой поляуничых. Сегодня всю информацию в ученым досылают две самки и два самцы. По территории Деяны Вандруйць можно мерковать, что самки больше оседлые. Самцы, в свою очередь, могут седы ходить на тысячу километров. Тут проходить зверыная стежка, а лесу страдца у день с вауками шансов мало, завярают в ученые. Драпежники палюты у основным ночью. Межтым тыдень тому на гэты мессы система зафиксовала ваучыцу ясю. Открытое место сирот лесу тлумачыць в ученые, добра глядается. Напевно, яси чакала тут свою ахвяру – оленя. Гэта самая частая издабыча вауков. Калі ёсць лес, в этом лесі ёсць олені, і гэта лесі ёсць волк. Тады, не у якім выпадку, волк не з'ўць усіх оленів. Папуляція оленя всё равно заховывае рост. Але шкода, якою, наприклад, олень наносить лес в одновленню лесному, лесопасадкам, яназначна меншая буў присутності волка. Олень вымушаны увесь час быть насторожаным і чакась нападу з боку волка, тому ян менш активно харчуюцца, менш шкодзіць молодым дреўам. У рамках проекта «Сажніўня» 2015-го года ў Беловежская пушча уведзіны мараторы на палявані на волкуў. Цепер важна рассказаць про карысть, якою гэты звер прыносіць в природі. Про згод, адзетые на волкуў ошыннікі самарасшепіцца. У планах в учёных доследованне прадоўжыць. Иран Никитин, Александр Сівицкі, телеродоў компанией «Брест».